Всем привет, товарищи! Сегодня я хотел показать о том, как исправить ошибку RSP 07 или как скачать с Google Marketplace без ошибки. Что нам нужно делать? Заходим в настройки своего андроида. Так, кстати, видео написано напрямую из-за андроида, поэтому качеством будет немного не очень, так как я еще не практиковал в этом настройках, какие нужно программы выбирать. Но в любом случае смотреть можно, я думаю. Ищем приложения, потом выбираем все приложения и нам нужно здесь найти Google Marketplace. Да, пролистываем, так как мы можем видеть, что здесь очень много приложений, всяких разных. И вот находим Google Play Market. Открываем его, жмем остановить, потом стереть данные или удалить, в зависимости от того, что у вас будет написано. Он также может предложить удалить полностью Marketplace. В любом случае, совершайтесь. И да, нужно, чтобы вы были подключены к интернету. Потом выбираем Google Service Framework и делаем аналогичные действия. После этого, после того, как вы это все сделали, нужно будет зайти в Google Аккаунты. Ну как в Google Аккаунты, там будут аккаунты и ваш будет Google Аккаунт, потому что вы же пытались что-то скачать с Marketplace, а без аккаунта оттуда скачать невозможно. Ну и вот, вам нужно будет выбрать на свой Google Аккаунт. Сейчас на видео это все покажется со временем. И тут будут такие галочки, как синхронизация, что-то с календарем, со временем и так далее. В общем, суть не в этом. У вас будут здесь галочки, вы эти галочки снимаете, после чего перезагружаете свой планшет. После того, как вы перезагрузили свой планшет, не убираете никаких приложений, и сразу же идете на свой Аккаунт и вновь выставляете эти галочки. Да, у вас выскочили ошибки синхронизации, но мне обращать внимание. Это всякие гуглы, и они должны со временем это исправить. Ну и после этого попытайтесь что-то скачать с Marketplace. В принципе, все. Есть второй способ. Делается почти все так же, только немного быстрее. Значит, заходим сразу же в Аккаунты, удаляем Аккаунт. То есть, ну не полностью из системы, а с планшета. С планшета удаляем Аккаунт, перезагружаем его. После этого заходим в Google Play Market, и он предложит нам ввести данные своего аккаунта. Вводим данные своего аккаунта, после чего вновь перезагружаем планшет. Те галочки, кстати говоря, ну, выставляем только на одной, я не помню, как она называется. Нажмите на паузу, у меня там одна галка, где-то сайты, поставьте точно такую же или что-то похожее. Ну и после этого у вас все должно скачать. Так как у меня все это было настроено, я вам просто сейчас продемонстрирую то, что действительно Google Play Market работает, и оттуда можно скачивать. Да, видеоряд может быть немного кривым, так как я и говорил, я записываю напрямую с планшета, с неизвестной мне программой. Со временем я попрактикуюсь, и надеюсь, что все будет лучше. Но если у вас есть вопросы, или будут вопросы, то обращайтесь, постараюсь помочь. Да, это не для всех планшетов, а просто аналогия. Постарайтесь найти что-то похожее, и у вас получится.